Какие важные события произошли в сфере здравоохранения Республики в 2022 году? О том, что за этот период было сделано для улучшения качества лечения граждан. На эти и другие вопросы побеседуем с министром здравоохранения Республики Эдуардом Будба. Здравствуйте, Эдуард Валерьянович. Итак, мне бы хотелось начать наш разговор с последнего заседания Кабинета Министра в Абхазии. Оно почти целиком было посвящено Министерству Здравоохранения. На нем было принято 6 целевых программ в сфере здравоохранения. Вот расскажите, пожалуйста, о том, что это за программы и что изменилось, если сравнивать эти программы и их реализацию с 2022 годом. Да, добрый день еще раз. Спасибо, что пригласили на вашу площадку. Здесь я уже не первый раз. Да, действительно, в четверг было заседание Кабинета Министров. Из 9 вопросов на повестке дня было 6 вопросов в Министерство Здравоохранения. Мы говорили о целевых программах. Значит, одна из программ – это развитие и совершенствование организации заместительной почечной терапии, проведение процедур гемодиализа на территории Республиканской больницы города Сухум. Вторая программа – это совершенствование противотуберкулезной помощи населению Республики Абхазия. Также была программа лечения граждан за пределами и на территории Республики Абхазия. Следующая программа – медицинская реабилитация инвалидов в Отечественной войне народа Абхазии 92-93 годов, которые по целевой программе Минздрава – приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий для обеспечения государственных нужд медицинских учреждений Республики Абхазия. И кадровое обеспечение системы здравоохранения Республики Абхазия. И седьмая вообще общая Минздравская программа – это медицинское обеспечение по готовке призывной молодежи к службе в вооруженных силах. Мы приняли шесть, седьмое кадровое обеспечение у нас в работе, мы в ближайшее время предоставим. Вот в целом, как вы оцените эти программы? Насколько, по-вашему, достаточно их финансирования? Где больше и где меньше, если сравнивать, допустим, с прошлыми годами? Как они изменились? У нас увеличение финансирования заложено в 2023 году благодаря подходу руководства страны к тем вопросам, которые Министерство здравоохранения озвучивает. Эти программы, вы понимаете, что те объемы финансирования, которые были, они были, допустим, в прошлые годы недостаточны. Идет увеличение финансирования. Увеличение финансирования и по лекарственным препаратам, увеличение финансирования заложено и по лечению наших граждан за пределами Республики Абхазия и на территории Республики Абхазия. Очень много мы говорим о том, что нам нужно покупать даже стоящее передовое оборудование для наших лечебно-профилактических учреждений, таких как Национальный онкологический центр, Республиканская больница, Детская больница. Сейчас вот планируем в этом году поставку эндоскопического оборудования для онкологического центра. Сейчас уже в работе, уже проплачено более 9,5 миллиона рублей на детское эндоскопическое оборудование в детскую Республиканскую больницу. А вот в Республиканскую больницу также мы уже много докладывали в прошлом году, сколько было покупок произведено и в родильное отделение, и были отремонтированы и компьютерный томограф, и рентгеновские трубки, и построена кислородная станция, и очень много дорогостоящего оборудования передовых ведущих клиник, ну, компаний было поставлено в наше лечебное учреждение, и это только начало. Скажите, пожалуйста, вот эта тенденция, как она сохранится и как будет выглядеть в 2023 году, я имею в виду с оснащением наших больниц, необходимыми там техническими устройствами и так далее, оборудованием. Вот сегодня на пресс-конференции я тоже об этом говорил, очень много граждан выезжают за пределы Республики Абхазия, потому что мы не можем предоставить то или иной вид медицинской помощи, да. Если у нас на территории Республики это будет все оборудование, где находиться, мы также будем проводить эти исследования, и наши граждане будут получать здесь, у себя дома, лечение в условиях Республики Абхазия. И это пациентам и лучше, и как бы не ехать, и за пределы кому-то передвигаться сложно, да, ехать в другой город, там другие климатические условия бывают зимой, летом, и просто если это все будет делаться на территории Республики Абхазия, это же лучше. Просто вот сейчас мы говорим, допустим, о том, что за пределы мы выезжаем, ну, определенная нозология выезжает, да, там по заболеваниям. Давайте частный пример. Если у нас была бы коронарография, мы бы могли бы здесь делать коронарографию, мы бы здесь могли бы делать стентирование артерии, там, допустим, да. То есть специалисты есть, дело все в технике. Это все дело такое, что специалистов можно и обучить, можно пригласить для начала на определенном этапе российских коллег, которые будут здесь работать, и можно и вахтовым методом приезжать, да. Очень много российских клиник. Вы так подробно рассказываете, простите, а есть какие-то планы в этом отношении? Конечно, есть, да. Расскажите. Ну, есть планы, вот о том, что мы уже не один раз, я уже говорил о том, что в нашем государстве должна быть кардиохирургия. Может, она не в таком виде, что там полноценный кардиохирургический центр, это по количеству населения, там, допустим, чтобы был кардиоцентр полноценный, это, ну, вот миллионы человек должно проживать, да, там, в миллионниках, в городах они как бы ставятся. Но мы хотим сделать отделение хирургии, да, где мы можем спокойно заниматься диагностическими видами, да, исследований, посмотреть, сделать ту же диагностическую коронарографию, да, посмотреть, посмотреть, есть ли патология сердца, есть ли инфаркт, или как мы должны действовать, можем же стентирование, вот, наверное, если уже зашли в сосуд и смотрят, что есть показания для стентирования, надо производить стентирование, чтобы ни вторым, ни третьим этапом отсрочено, а одномоментно все это делать. Потому что на данном этапе мы делаем только тромболизис. Поэтому эти направления мы тоже проговаривали с ведущими российскими клиниками, в частности с институтом Чазова, мы с академиком, директором, академиком Сергеем Бойцовым встречались в Москве, и рабочая группа должна приехать вот к нам в республику для того, чтобы оценить наши логистические возможности, наши возможности кардиологической службы, и не только во второй больнице города Сухум, а вообще по всем лечебным учреждениям хотим проехаться с ними, чтобы они своими глазами посмотрели, нам подсказали, как правильно, в каком направлении нам двигаться. Какие-то сроки обозначены или пока? Я думаю, первый квартал этого года. Вы знаете, вот меня просто так человечески интересует такая проблема, как лечение инсультов здесь у нас. Правда, во всем мире уже другая технология используется для того, чтобы лечить таких больных, когда там непосредственно в сосуды головного мозга делаются операции, тропы убиваются и так далее. Вот мы говорим о воинвозивной хирургии. Да, вот такие вещи. Когда у нас будет? Потому что смертность от инсульта очень большая, люди инвалидами остаются и так далее. Вот это все взаимодействие такое комплексное. Если будем работать с сосудистыми вот этими патологиями, эти инсульты, они тоже бывают ишемические, геморрагические и так далее. Есть показания для клипирования и так далее. Зайти в сосуд, остановить кровотечение, спасти жизнь пациенту. Да, вот такие случаи недавно у нас были, когда мы верифицировали диагноз и срочно пришлось отправить парня 30 лет в российскую клинику. И прямо, как только он поступил, через буквально 15-20 минут он был взят в операционную и спасли жизнь парню, потому что аневризма была сосудов и пришлось оперировать. Ну да, там в течение трех часов надо срочно. Ну, есть сложности, да. И вот как-то мы взаимодействуем с нашими российскими коллегами, поэтому на таком уровне мы сразу включились в процесс, информировали наших российских коллег, и они, спасибо им за это, спасли жизнь данному гражданину. И вообще очень большую помощь нам оказывают российские коллеги. Вот как раз хотела спросить, как часто приходится прибегать, и как часто вот эти связи с Российской Федерацией помогают, скажем так, в различных случаях, когда помощь срочно необходима, да, и вообще даже планово необходима. Вот сейчас как раз вот эти программы лечения за рубежом, да, наших граждан были приняты. Оно тоже у финансирования повысилось. То есть, ну, хватает ли, на ваш взгляд, уложитесь ли в это, или же трудно прогнозировать эти вещи? Ну, давайте, это вопросы такие, да, сложно прогнозируемые. А я просто хочу совершенно в другом ключе сказать, что есть моменты, когда мы работаем не просто по гарантийному письму с российскими нашими клиниками, мы, я с ними эти вопросы проговаривал и на Минздраве Российской Федерации, и так, в общении дружеском. У нас же есть полис обязательного медицинского страхования, есть категория граждан, которые уже едут по полису, и в российские клиники они госпитализируются по полису. Как это работает? Хорошо работает? Эффективно, на ваш взгляд? Работает, но в этом направлении мы активно сейчас работаем. Есть определенные сложности, которые мы нивелируем. Люди приходят к нам в Минздрав, говорят, что им надо поехать, мы спрашиваем, есть ли у них, допустим, полис в Минздраве. Кажется, что есть, да, мы запрашиваем российские клиники, и ведем в этом направлении тоже работу, она непростая, скажу я вам. Когда российские клиники по гарантийному письму гарантированно получают оплату потом, да, вот они оказывают помощь по нашему гарантийному письму, это внебюджетные средства, да. А по поводу ОМС, это, ну, работают наши российские коллеги с нами в этом направлении. Да, пока не такой большой объем, но он есть, и мы его просто будем и наращивать в 2023 году. Это касательно одной направленности по ОМС. Другая направленность – это гарантийные письма, куда мы отправляем наших коллег. Я вам хочу сказать, что все больше и больше медицинской составляющей забирают в наши внутренние клиники. Очень много мы начинаем здесь увеличивать операционные нагрузки. Сейчас, как только придет инструментарий, там, мы в 2022 году очень много купили инструментария, банально инструментов, да, в наше лечебное учреждение, если не будет инструментов, как врач будет оперировать, да, это немаловажный фактор. Оборудование, как только все это будет оснащено, я думаю, что тот поток пациентов, который уезжает за пределы, он здесь останется. Да, есть вещи, которые мы здесь не делаем, которые делают не просто, а банально в каких-то городских клиниках или даже научных центрах. Есть федеральные научные центры, которые только занимаются данными видами патологии, понимаете? Это не в каждой клинике, поэтому мы плотно взаимодействуем с всеми федеральными центрами. У нас нет проблем вообще взаимодействия. Хороший контакт. Да, хорошие контакты, хорошие личные контакты практически у меня с ведущими российскими клиниками, начиная от того же научного центра Блохина, там онкологии, Мясниковские центры, детские клинические больницы, взрослые, детские, те же городские больницы. Я 15 лет проработал в московской клинике, поэтому и личные связи какие-то задействую. И сейчас моя должность, она позволяет включить и административный ресурс, поэтому никаких вопросов во взаимодействии с нашими российскими коллегами нет. Большое понимание, поддержку мы получаем с Министерства здравоохранения Российской Федерации, за что хотел бы сказать отдельную благодарность. И с региональными министерствами здравоохранения, когда приезжают наши коллеги в курортный сезон, вот из Башкирии приезжали коллеги вахтовым методом, и в ковид вы знаете, что приезжали российские коллеги вахтовым методом из разных регионов Российской Федерации. Вот это такое взаимодействие, которое мы будем наращивать и в будущем тоже. Кадровая программа сейчас у вас находится, как вы говорите, на доработке, но тем не менее вопросы кадров, это самое важное, наверное, в медицине. Ну, не знаю даже, что важнее, оборудование или кадры. Но хотелось бы узнать, да, вот если у вас есть какие-то перспективы и планы по поводу оборудования, что будете делать с кадрами? Потому что они необходимы, они нужны. Кто больше всего нам нужен? Вот, допустим, мы говорим о том, что если говорим о хирургической составляющей, допустим, придет оборудование, на этом оборудовании надо работать. Правильно? Амония может стоять. Вот, допустим, мы сейчас говорим о том, что мы будем в этом году максимально оснащать национальный онкологический центр эндоскопическими стойками, оборудованием, гастроскопами, бронхоскопами, колоноскопами, стойками хирургическими, когда мы можем эндоскопически делать диагностику и делать, допустим, те или иные виды вмешательства. К нам приехал наш коллега, наш земляк Астамур Лаби, который долгие годы проработал в полиции Центробанка в городе Москве и оперировал на роботе «Довинчи». Это специалисты такие, знаете, можно, не знаю, как правильно сказать, штучные. Вы хотите их заманить в Абхазе, такие специалисты? Да, они уже здесь. Он сюда приехал и работает в онкологическом центре. Как только придет оборудование, они будут работать на этом оборудовании эндоскопическом. Да, робота «Довинчи» у нас нет, конечно, но у нас будет эндоскопическое оборудование, которое крайне необходимо и востребовано. Сейчас я уже говорил о том, что в детскую больницу придет оборудование, в республиканскую больницу мы тоже хотим, чтобы и в экстренном порядке поступающие наши граждане, у нас может, вот ДТП, допустим, произошло, или сложный форс-мажорный случай, там, ката-травма, падение с высоты или там другие какие-то вопросы, чтобы мы могли мелко инвазивно зайти, допустим, в брюшную полость эндоскопической камеры и посмотреть, есть ли там кровотечения, нету. Мини-травматично, понимаете? Понятно. И с разрезом. А другое дело, вторая направленность по специалистам, этих мы будем обучать здесь и на рабочем месте, и отправлять в российские клиники, мы уже договорились, что на рабочем месте и в российских клиниках нам готовы содействовать. Еще другой вопрос кадрового обеспечения, потому что… То есть, стажировку будут проходить наши? На рабочих местах. На рабочих местах. Второе направление, о чем я хотел бы сказать, о том, что, допустим, у нас очень много было в один период, все хотели быть хирургами, хотели быть гинекологами, хотели быть стоматологами. У нас произошло такое, знаете, переизбыток этих кадров. У нас узкопрофильных специалистов большой дефицит, допустим, детских реаниматологов. Вот детская больница – один детский реаниматолог. Детских инфекционистов очень много проблем, которые узкопрофильные специалисты могут закрыть. Их надо обучать. СССР показала пандемия, что санэпидслужба колоссальную нагрузку получает. Специалисты, которые будут заниматься, и эпидемиологи, и гигиенисты. Понимаете, этого же не в таком объеме, который нужна республика, у нас нет. У нас единицы людей. Также нам нужны детские хирурги, нам нужны неонатологи, нам нужны, ну, разного рода специалисты, детские и взрослые. Как будете решать проблему кадрового? И вот мы сегодня вот эту кадровую проблему решаем следующим образом. Те люди, которые сегодня в Минздрав приходят, за которых оплачивает государство, мы их перенаправляем на те специальности, которые нужны нам, нужны стране. То есть мы говорим, что мы оплачиваем, допустим, вот этих специалистов, вот этих специалистов, вот этих. Вот мы и с Росстатурничеством в этом направлении тесно взаимодействуем. И те специалисты, которые учатся по программам Минздрава, за которых оплачивает государство, которые востребованы будут в стране, они все приедут, потому что, ну, государство оплачивает, во-первых. Во-вторых, они нуждаются, страна нуждается в этих узких специальностях. Вот принято шесть, ну, шесть программ, грубо говоря, скажем, принято. Скажите, пожалуйста, вы, как министр, какую еще программу бы хотели бы, чтобы государство наше приняло? Мы бы хотели еще, чтобы у нас очень большой пласт, есть вопросов по экстракорпоральному оплодотворению, которые не закрыты, это ЭКО. Это весь категория граждан, которые молодые семьи, которые прожили в браке два, три, а то пять лет, и то и больше, и не имеют продолжения рода. Да, это очень тоже такая ситуация, которой мы бы хотели плотно заняться в этом году, уже предварительно мы переговорили, но вот взять и сделать прямо саму программу ЭКО, чтобы там у нас лаборатории были, это очень дорогостое. Во-первых, там нужен научный такой подход, да. Мы, наверное, сегодня говорить прямо не готовы будем, да. Но есть российские клиники, которые профессионально этим занимаются, да. Есть клиники частные, которые, я ничего не хочу сказать про частные, но я вообще за подход научный в ведущих российских федеральных центрах, допустим, таких как Центр имени Кулакова, там, или другие Центры репродуктивной хирургии, там, Центр здоровья детей, там, мало ли где, в каких, может, Центр здоровья детей нет, но я имею в виду, вот, есть Центры, которые крупные, да, там, которые занимаются именно профильно этим, да. Там, они, у них большой, есть объем работы, они, там, занимаются оперативной акушерством, оперативной гинекологией, они занимаются, там, и детишками разного возраста, они занимаются программой ЭКО. Если у нас будет выделено финансирование хотя бы на эту программу, то мы бы уже отобрали бы определенное количество наших, ну, девушек, женщин, которые бы попали в эту программу и поехали. Да, и так помогаем, стараемся, там, какие-то вопросы. То есть это, да, вы хотите, чтобы была принята программа, которая финансируется? Глобально. Уже она в работе. Она уже в работе, да. Мы уже и с руководством страны на эту тему говорили, с премьер-министром. Да, есть какие-то вопросы финансирования, но это тоже очень нужно, и понимание есть. Но вот видите, какие сегодня государства идут в финансирование в Министерстве здравоохранения. Да, это же вопросы демографии, это очень важный вопрос нашего общества. Это одна из программ. Второе, мы бы хотели, я вот говорю о том, что центры скорой медицинской, посты скорой медицинской помощи на дорогах надо делать. У нас травмы... Расскажите поподробнее, да. Я сам по специальности травматолог, да, проработал не один год в ведущей российской клинике, да, в центре хирургии катастроф, травматологии хирургии катастроф. И мы понимаем, что такое золотой час, и как надо доставить пациента, чтобы он вышел из шока. Потому что травматический шок, когда человек попадает в дорожно-транспортное происшествие, это высокоэнергетическая травма. Сегодня машины с большим объемом двигателя на больших скоростях попадают там в дорожно-транспортное происшествие, или там врезаются в какие-то препятствия, да. Вот вы же следите, какие объемы информации приходят в то, чего или иного дорожно-транспортного происшествия, да. Поэтому правильно довести человека в профильное лечебное учреждение, это уже 50% успеха. Правильно обезболить, на месте начинать противошоковую терапию. Правильно зашинировать пациента. Правильно наложить жгут, остановить кровотечение, иммобилизировать конечность. Потом созвониться с лечебным учреждением, чтобы уже ждали, если кровотечение, чтобы лечебное учреждение не на момент приезда скорой помощи, а на момент, после того, как загрузят в карету скорой медицинской помощи пострадавшего, тогда уже через службу оперативного отдела информировать то или ноль ближайшее лечебное учреждение, если по витальным показаниям, или головное республиканское учреждение, куда привозят пациента, чтобы уже хирургическая бригада была на готове в операционной. Мы планируем создание хирургии катастроф. Это глобальный такой вопрос. Посты скорой медицинской помощи. Планируем 400 поста скорой медицинской помощи. Это Кагра, Гудаута, Озеро Рица в курортный сезон. И на востоке Абхазии это Тамыш. Рядом с постами ДПС сделать полноценные модули скорой медицинской помощи, посты, где просто даже проезжающий человек, наши граждане, курортники, которые будут проезжать, поставить указатели, что до поста скорой медицинской помощи 4 километра загуглить, в карты, в мап, в мэп забить. Да, вот, допустим, постскорой медицинской помощи. Я нахожусь, допустим, на востоке Абхазии. Я же как курортник не знаю. Это я местный знаю, где там больница. Человек не едет с семьей. Он же, допустим, не знает. Повысилось артериальное давление или плохо стало человеку. Или там, мало ли, укусило насекомое. Анафилатический шок. Надо же как-то подъехать. И вот, чтобы постскорой медицинской помощи находился на республиканских наших трассах. Как приступите к этому проекту? Мы сейчас уже мониторим. Мы же хотим привезти машины. Скорая медицинская помощь иностранного производства. Тойоты, наверное. Укомплектованные. Откуда? Сейчас, в конце месяца, у меня будет информация по ценовой политике. Мы же еще выбираем. Мы же хотим хорошую приобрести автомобиль, да, с хорошим оснащением. Да, вот сейчас вот будет выставка в одной из стран арабского мира, где наши представители туда поедут и посмотрят. Вот. И потом мы уже будем думать о том, как доставить логистические суда. Ну, это, я думаю, несложно будет, но нас интересует цена и качество. Правильно? Вы начнете уже в этом году? Да, мы сейчас уже планируем, да. Под это дело у нас есть финансирование, у нас заложено, да. Второе, что мы будем делать, оперативный отдел примитых здравий, я уже говорил, и хирургии катастроф. Вот это все, весь комплекс вопросов, которые, если он будет работать, то мы на дорогах спасем массу наших граждан. Потому что сегодня, если происходит ДТП, я уже говорил о том, что сегодня вызвать скорую помощь, это очень проблематично, да, на региональный участок Республиканской трассы. Пока доедет скорая помощь, пока, ну, они же бывают, что еще и на вызовах находятся в тот момент. И проезжающий автомобиль берет просто пострадавших и привозит в лечебное учреждение. Да, просто по факту вынуждены, да, забрать. Но если мы будем знать, что будет единый номер, там, допустим, что на Республиканской трассе, позвонив, указав место, где приедет скорая медицинская помощь, и будет хирургия катастроф оказывать помощь на месте и повезет грамотно в лечебное учреждение, тогда и наши граждане тоже уже будут понимать, что они вот должны, вот мы проведем инструктажи, объясним, как, наверное, все это будет. Это очень важная вещь, конечно. Я хотела бы узнать, как Минздрав взаимодействует с нашими, скажем так, региональными больницами, районными больницами. Что бы вы сказали, как идет взаимодействие? Есть ли взаимодействие или в основном там регулирует все вопросы местной власти? Есть взаимодействие, конечно, и Министерство здравоохранения. И вот показал ковид, мы в очень плотном графике работали, несмотря на то, что вы правильно заметили, что администрации центральных районных больниц подчиняются ЦРБ районные, подчиняются непосредственно администрации города. Напрямую Минздраву, как бы это сейчас парадоксально не было, они не подчиняются. Очень странно. Я вообще ставлю вопрос о том, что нужна централизация. Мы не многомиллионный город, где там, допустим, разные ветви городских служб должны просто перепочинить. Нет. Что бы это дало? Ну, единое управление, единая централизация. Вот мы сегодня, когда ездим в разные лечебные учреждения, у нас с одного конца республики в другой за два часа можно приехать. Правильно? Я понимаю, что мы летели шесть часов на самолете. Есть такие округа, края в Российской Федерации большие. Но у нас, как бы, с Гагры приехать парчал, ну, за два часа можно доехать, да? Я к чему говорю, что если бы было единое централизованное управление, тогда было бы и проще. Потому что Минздрав медикаментами помогает, да? Несмотря на то, что та или иная лечебная, того или иное лечебное учреждение, допустим, инфекционная больница, да, города Сухом, городского подчинения. Стационарных больных они обслуживают полностью. Питание, стационарное лечение пациентов. А амбулаторных они не вытягивают, да, по финансированию. Помогает Минздрав? Да, это взаимодействие плотное. Никаких проблем у нас нет в взаимодействии. Но 150-200 человек в пик сезона амбулаторных, которые оказывают помощь Минздрав, да, лекарства, капельницы, расходные материалы, все, что необходимо, все это делается. Но если, допустим, вот так вот не делать, мы не выбираем, да, если у человека прописка, допустим, Гудовудская или там Творчалская, что он во вторую инфекционную больницу, нет, во вторую, не во вторую, а в инфекционную больницу не должен поступить, если у него показания, да, по инфекции. Поэтому мы не смотрим на эту принадлежность, да, там, откуда человек приехал. Любому гражданину, как и в ковид, да, поступил человек, ему надо оказывать помощь. Скажите, а чем мешает то, что вот разное подчинение такое, все-таки не совсем прямое? Ну, потому что главные врачи утверждаются горсобранием районов, бюджетирование, зарплаты начисляются с администрации, с местных районов, да, бюджеты. Какие-то там есть свои вопросы, я не говорю, что это там, но это так было. Может, ну, как-то никто и в таком ключе вопрос не поднимал, но я считаю, что когда Министерство здравоохранения не подчиняется напрямую то или иное лечебное учреждение страны, это неправильно. В 2020 году заработала больница в Порчальском районе. Да, заработала. Как сейчас она работает? Мы слышали какие-то там слухи, какие-то проблемы внутри. Все это уладилось? Давайте так вот. Вмешался ли Минздрав? Да, Минздрав всегда не остается в стороне. Минздрав всегда общается по всем вопросам, которые мы слышим. Есть тот большой объем работы, который мы не афишируем вообще, потому что, ну, это наши внутренние вопросы и кадрового обеспечения, и Порчалская больница, она открылась, я был на открытии, это еще, ну, как-то так получилось, что при мне произошло открытие. Да, есть кадровый дефицит в Порчалской больнице, есть определенные сложности. Я сейчас не готов говорить как бы заочно, я неоднократно там был, мы с Лалей Томазовной тоже говорили. У меня намечен план поездок по нашим лечебным учреждениям. В ближайшее время я буду в Порчалах, и мы это осветим, проговорим. Но это касается, я имею в виду, не только Порчала, а всех вопросов других медицинских учреждений. Так получилось, что мы как бы более акцент делали на Гагре, на Гудауте, в основном там головной ковидный госпиталь, там мы ездили туда, там вопросы обеспечения пациентов. Колоссальную нагрузку получила Гудаутская ЦРБ, да, другие тоже, лечебные учреждения, там инфекционная больница города Сухом не меньше получила, но, конечно, объем работы был проведен нашими коллегами огромный. Сейчас в режиме не пандемии мы переходим к решению вопросов, которые должны были решать год или полтора назад, но вот эта пандемия нас, она как бы увела в сторону. Да, мы сейчас хотим постепенно, постепенно вернуться к этим вопросам. Это оснащение автопарком, оснащение оборудованием. Немаловажный в момент автопарк. Вот сейчас в Ачимчирах одна коллега скорая в министерской помощи работает. Понимаете, вот там в других лечебных учреждениях, да, есть там поломки, какие-то вопросы, но и в этом направлении мы тоже думаем. И нам нужно какое-то время, и мы оснастим наши лечебные учреждения. Мы понимаем потребности, и не потому, что я там говорю о себе, там сидя в кабинете, я выезжаю, мне проще приехать, поговорить на местах, и им проще, они сразу там откликаются, они знают, что мы постоянно выезжаем. Этот ковид показал, что сидя в кабинете, вопросы не решают. Надо выезжать и на местах решать все вопросы. Кстати, насчет ковида, да, сейчас вроде бы так не совсем актуальная тема. 6 января ни одного пациента ковид-положителя в наших лечебных учреждениях нет. Ну, прививки нам не нужны, мы будем в Абхазии приобретать эти вакцины. Прививки имеют тоже сезонность, понимаете, в пик ОРВИ и так далее прививаться от гриппа нельзя. Хотя мы все эти вакцины от гриппа там привезли, заранее информировали общественность. У нас есть сайт, у нас есть ресурсы, на которых мы, насколько я понимаю, активно очень все это освещаем. Вот, ну, да, сейчас идет, ну, такой пик заболеваний. А спутник привезут? Должны привезти, да, у нас там есть сейчас, мы ведем переговоры, да, потому что там есть вопросы были по сроку годности и по количеству. Привезти, допустим, 100-200 штук, это, ну, тоже, ну, как бы там есть свои моменты логистические. Сейчас вот буквально на этой неделе мы плотностью, плотно вернемся к этому вопросу и хотим, наверное, через, там, есть определенные моменты, через гуманитарные вопросы привезти. Потому что напрямую тоже там количество 100, 200, 300, они не продают эти, ну, большие центры там свои вопросы. Но мы занимаемся, тут вопросов нет. Что хотелось узнать? Вот мы вообще хотели сказать о 2022 году, но времени не так много уже, и мне бы хотелось, чтобы вы что-то вот вычленили, может быть, одно-две вещи, которые самые важные, на ваш взгляд, итоги 2022 года. Это то, что сегодня совместными усилиями победили ковид. Ковида в республике нет, но мы понимаем, что такое пандемия, они, не, 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 мировая практика показывает, не только республика Абхазия, маленькая, суверенная страна не была там, условно говоря, готова к такой пандемии. Мировые крупные державы не были готовы, да, никто не знал, с какой стороны правильно подходить к этому коварному вирусу, да, и это было очень сложно. Но благодаря вот такой совместной работе президента, премьер-министра, разных наших коллег Минфина, это все единая цепочка, понимаете, потому что я каждый день докладывал ситуацию руководству страны, каждый день в режиме доклада, да, где мы были, что, какие ситуации, вот это тоже очень важно, плотное взаимодействие. А потом, не менее важно, финансирование, которое было помимо ковида. Ну, сколько лечебных учреждений параллельно с ковидом оснащали оборудованием? И я думаю, что вот эти все вопросы, когда наши граждане смогут получать высококвалифицированное медицинское лечение на территории Республики Абхазия, вот это будет очень приятно. Сейчас Минздрав уже работает в новом году, я имею в виду, в полную силу. Хотелось бы узнать вот ближайшие шаги вашего ведомства. Какие сейчас ближайшие планы? Ближайшие планы у меня, ну, завтра у нас... Или все и одновременно будет? Доклад у нас завтра итоговый по работе за 22-й год у президента, да? В администрации президента президент Аслан Георгиевич будет принимать доклады. Я буду отчитываться о работе. Потом у нас расписан план на квартал о поездках. Мы хотим поехать в Восточную Абхазию, это Чемширогал Тварчал. Хотим, с нашими коллегами уже переговорили с замами, может там очень много ФАПов. Мы как-то распределим, наверное, нагрузку. Куда-то я поеду, куда-то поедут мои заместители. Очень большое дело это такой, знаете, ФАП, который сегодня не так на слуху, но очень большую помощь он оказывает нашим сельчанам, да, которые... Это фешерские платы. Да, фешерские акушерские пункты, да. Вот в этом направлении хотим посетить все пункты. Хочу поехать в Кудорское ущелье, хочу поднять... Там есть больница, да, там работает один сотрудник, там миссисская сестра. Есть там свои вопросы, да. Хочу подняться на Псху. Там тоже отдаленное село наше, правильно? Надо подняться, посмотри, я не был там. Я хочу приехать туда. А потом у нас планы по взаимодействию с российскими коллегами. Поехать в Российскую Федерацию, там будет межправка, если это первое. Потом с Минздравом. Хочу поехать с коллеги в Краснодарский край пообщаться. По телефону очень много раз общались, а вот так лично не знакомы. Хочу поехать пообщаться. Хотя с главными врачами практически всех медучреждений Краснодарского края знакомы лично. Взаимодействуем практически в ежедневном формате. Нам самое главное решить вопрос. Спасибо вам большое. Много планов. Пусть они все будут воплощены. Я напомню, что у нас в студии был министр здравоохранения Эдуард Будбе. Говорили мы о главных итогах 2022 года и о планах и намерениях, которые будут, как мы надеемся, воплощены.